Столичный посёлок Сидкыркиш, три часа дня. Мама с тремя малолетними детьми подходят к продуктовому магазину. В этот момент прямо на крыльцо торговой точки въезжает внедорожник и сбивает одного из малышей. Сильный удар так называемого кенгурятника отбрасывает пятилетнего мальчика на несколько метров вперёд. После чего водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП пострадал мальчик 2019 года рождения. С травмами различной степени тяжести ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение. Автомобиль, на котором передвигался участник дорожно-транспортного происшествия, не зарегистрирован в установленном порядке. Мальчика с сотрясением головного мозга экстренно госпитализировали в детскую республиканскую больницу. По горячим следам полицейским удалось установить местонахождение 41-летнего водителя Нивы. Мужчина был сильно пьян и плохо ориентировался в обстановке. Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафную автостоянку, а его самого поместили под административный арест. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Незавидная участь ждёт ещё одного любителя спиртного из Сосногорска. Сдавая задним ходом, он сбил сразу двух пешеходов в шестом микрорайоне. После наезда 72-летний водитель вышел из «Жигулей». Помог одному из пострадавших встать на ноги, а затем спешно уехал, не дожидаясь приезда автоинспекторов. Сотрудникам госавтоинспекции мужчина пояснил о том, что не знал, что совершил наезд на двух пешеходов, поэтому на место происшествия никого не вызвал и уехал к себе домой. В последующем водитель прошёл медицинское освидетельствование на установление состояния опьянения. Результат медицинского освидетельства оказался положительным, на что мужчина пояснил, что спиртные напитки он употреблял после дорожного происшествия. 85-летний пешеход получил ушибы и ссадины. К счастью, госпитализация ему не потребовалась. Ни трезвого водителя, который скрылся с места происшествия, должны не только лишить прав на срок до двух лет, но и наказать рублём. Продолжение следует...